Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко. Начнем новый вязальный влог сегодня с вами. Что у меня сейчас после предыдущего видео? Связалась у меня еще одна оборочка и хочу связать третью, потому что так, конечно, мне кажется, очень коротко. Напомню, кто вдруг не смотрел предыдущее видео, хотя посмотрите, посмотрите, там тоже интересно. Вяжу я эту планицу из Ярнард Флаверс и крючочек у меня двоечка. Третью оборку, вот здесь, как видите, у меня желтая, зеленая, голубая. Вот смотрите, зеленая ниточка у меня полностью хватила на оборку. А вот этой голубенькой, она же, если кто вязал из этой пряжи уже знает, что новый цвет постепенно добавляется. Видите, вот где-то на полтора ряда у меня идет, но здесь один, но она где-то в конце там началась. Уже добавилась, ну, еще одна фиолетовая ниточка, видите, темнее рядочек. Поэтому я третью оборку, третью я собиралась вязать фиолетовой, но я ее буду не с этого мотка вязать, а вот у меня есть дополнительная. Это такая же пряжа, только она сделана однотонная и под цвета вот последним этих мотков. Потому что мне кажется, что вот этого, ну, я даже уверена, уже по синей оборке видно, не хватит. И я думаю, что пусть это у меня останется в этом моточке. Я когда платье довяжу, платье, капор, я вам покажу, что останется от этого мотка. Потому что, ну, это сейчас вам только концовку показываю. У меня отдельно лежит зеленый, желтый, красненький. Вяжу двоечкой, вязание продвигается отлично. Оборки такие вот плотненькие, получается, думаю, что будут... Ну, хотя, видите, вот они без нижней юбочки подают, конечно, потому что они нелюденькие. Ну, и ниточка, она не жесткая, она такая вот мягкая. Здесь, вот если в пересчете, это как раз такие 50-граммовые мотки, то в пересчете здесь 200 метров. Конечно, платье, получается, я еще не навязала есене, а начала... Малину на лорочку. Это платье я вам уже тоже показывала. Здесь я тоже вяжу еще третий ярус. И не знаю, хватит мне ниточки или нет, но надеюсь, что хватит. Но у меня есть еще кокон темной бирюзы. Если уж не хватит, я думаю, последние ряды просто ею свяжу. Конечно, вот это полотно гораздо грубее, чем вот эта пряжа Лили. Здесь, наверное, 225. Ну, да, 225 или 240 метров в 50 граммах. Кажется, вроде немного, но эта ниточка значительно потолще. Эту я бы больше, наверное, может быть, к Белли приравняла. Так. И что у меня еще случилось? Смотрите, небольшая покупочка ниточек. Я зашла, я здесь, где вижу, когда и время есть, какой-нибудь магазинчик, то я заглядываю, чтобы посмотреть на будущее, если что-то мне нужно будет, где можно будет это прикупить, если я не буду успевать делать в интернете заказ. И там, вы знаете, достаточно неплохой ассортимент. И Ализе Мис были моточки. Вот пихорку я не помню. Ну, именно пихорку ажурную. Другие там, трикотажная, детская новинка, наверное, эти были. Дива была. Но я обратила внимание на Виолет. А я же, помните, в последнем видео у вас спрашивала за эту ниточку, как вы. Потому что я давненько из нее не вязала. Хотя вот я эту, как она называется, Софи для Барби вязала, да, тоже из Виолетта. И как бы мне... Там меланжевая, а, ну там меланжевая нитка была. И мне она понравилась. В общем, я задалась вопросом, такая ли однотонная пряжа, такая же, как меланжевая. Потому что раньше иногда попадались мотки с грубой пряжей. Хотя вот в самом моем начале эта пряжа была у меня самая-самая любимая. А потом как-то один раз я разочаровалась. И тут перешла. Девочки, меня на Ализе Поревер подсадили. Потом на Мисс я перешла. И как-то Виолет удачно забылась. И вот я выбрала там эти два цвета. Этот просто, потому что он красивый. А этот цвет я хочу связать макароны. Повторить свои коричневые. И вот как раз один из этих цветов. Этот 15-й какао. Остальные я вчера вечером на сайте заказала. И как приедет, я вам покажу. Также я нашла... И так вот, я только что пощупала. Ниточка хорошая. И я в прошлом видео тоже, получается, вас немножко ввела в заблуждение. Говорю, у меня нет однотонного, только меланжера. Вот смотрите, сколько у меня оказывается однотонной. Мне же вот присылали девочки в подарок. И вот, ну, хорошая ниточка. Конечно, просто так пощупать полную картину не даст. И вот желтенький у меня еще здесь есть. А это все меланжевое. Я вчера вместе с однотонной еще один моточек меланжевое, такая красно-малиновое заказала. В леде тоже вам покажу. И здесь мягенькое. В общем, я взяла и повяжу. И расскажу вам потом. Не очень быстро, конечно. Но расскажу свои впечатления. Это вот у меня бордовую я перемотала. Но это у меня из дома еще. То есть это старый запас. Ну, не настолько крученая, как тот моток, который разочаровала. Просто как привычная мне, когда я вот еще в 2010 году только-только начинала вязать. А еще я в том магазине увидела вот эту прелесть. Иногда у меня вы спрашиваете, что это за шебе-ленты. Вот раньше были вот эти у нас. Я тоже их покупала. Марка Scrub Berries. Но я сейчас нигде их не могу найти. Смотри. То ли их сняли с производства, то ли еще что. Вот эта ниточка. Ой, ниточка. Ленточка, наверное, здесь 1,2-1,3 сантиметра. А это потоньше. 1 сантиметр. И вот эти, сколько бы я ни пробовала, это самые лучшие шебе-ленты. Но надо искать замену какую-то. Не знаю. На Алиэкспресс тоже я вам когда-то показывала. Вот беленькая у меня в капоре ленточка. Шелковая. Я сама из нее делала шебе. Но там большие бобинки и, в общем-то, шелковые. Они выходят не бюджетные совсем. Поэтому не знаю. А они мне больше нравятся, чем атласные. Хотя, когда только раньше я их увидела у скраббукеров, давно еще. И думаю, ну блин, ну что их такое старое, помятое. А сейчас мне нравится. Потому что они так ложатся красиво. И еще я там увидела вот эти моточки. Знаю, что люди давно из них вяжут сумки, шляпы. Ну, а я задумала новый образ. И там должна быть шляпка. И вот я думаю, я попробую связать из обычной нитки и связать из рофея. Это рофея Мадагаскар. 145 рублей. 40 грамм 50-60 метров. Вот, опять же, в заказе в интернете я взяла, там было 40 грамм 90 метров. Посмотрю, в чем разница. Ну, правда, там моточек сегодня звонили, сказали, этикетка затерялась. Старая какая-то партия. Я никогда еще не вязала, и даже особо в руках не держала эту ниточку. Где-то я вычитала 100% рофея. Посмотрим, что это за зверь. Может быть, конечно, это будет толсто. Она как бумага такая. Или это бумага и есть? Нет, не должно быть. В общем, попробую. Если получится, то я вам расскажу. Если не получится, то тоже расскажу. Тогда свяжем шляпку из обычных ниточек. Так, ну что, вот такие, собственно, у меня дела. Показала вам, что я буду дальше продолжать. То есть сейчас я завяжу вот это. Еще у меня там кое-какие планы. Ну, и уже обдумываю новую модельку, новый образ. Увидимся в следующих подключениях. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, приветствую вас в новом подключении. Покажу вам, что успела сделать. В первую очередь довязала капор. Смотрите, какая девочка получается. Прям девочка, знаете, цветочек из каких-то мультиков. Там, где цветы такие с кукольными личиками. Довязала оборки. Здесь вязала. И смотрите, пряжа же здесь у меня Alize Forever. Стоял вопрос, будут ли держаться вот эти оборки из Alize Forever. Потому что ниточка гораздо мягче, чем хлопок. И за счет того, что головушка у куклы небольшая, не как у булочки умеет, то оборки держатся прекрасно. А здесь я еще ленточку не отрезала. Я когда записывала мастер-класс, просто там, ну, как бы вделаю ленточку, вот она у меня осталась. Потому что тогда мне показалось, что она, ну, поярче. Ну, она, я и сейчас вижу, что она поярче, чем основная ниточка. Но вот пока у меня куколка денек постояла, то я уже как бы к ней присмотрелась, все хорошо. Ну, и тем более другой все равно у меня нет. Пошла бы сюда сиреневая, фиолетовая. Ну, там у меня слишком маленький отрезок. Так что вот такой сейчас у меня этап. Сюда нужно еще нижнюю юбочку. И здесь у меня еще вот спинка не оформлена. Нужно попрятать хвостики и пришить кнопки. Туфельки связать. И что? А, и для самого реалити еще палантин не связать. Но там я буду уже не под этот комплект вязать. А здесь будет завершенный. Сейчас покажу для лорочки продвижение. Единственное, здесь пока не знаю, как мне вам показать. Куколка-то большая, не поулочка. Влазит она или нет. Мне кажется, что я немного жалею о том, что я связала третью оборку. С третьей оборкой получается, ну, так, длинновато. Хотя вот когда было две оборки, мне казалось, что коротко. Сначала видео, наверное, если вы посмотрите, то, наверное, будет видно. Вот, видите, гораздо выше коленки. Кажется, как будто она, ну, как... Бабушка моя говорила, подстрелыш. Слишком коротенькая. Но если сделать нижнюю юбочку, для нижней юбочки подходящий у меня только вот такой оранжевый. Ну, в плане вот чего-то такого длинного. Если сделать вот такую длинную юбочку, может быть, и без этого. Не знаю, я пока не решила. Я думаю, что я свяжу, прежде чем распускать, свяжу сначала нижнюю юбочку вот из этого фатина. И примерю. Может быть, когда будет... Нижняя юбочка будет держать форму, то получше будет. Напишите, какие вы больше платья любите у кукол. Вот такие, ну, обычные, скажем, стандартные длины. Или коротенькие. Или, наоборот, длинные, принцессочные. А я пока свяжу капор. И да, еще не только нижнюю юбочку, но и капор. И подумала, что когда будет уже капор, тогда и будет видно весь образ. Что делать? Распускать или оставлять так? Итак, друзья, у поулочки у меня все без изменений. Сюда не смотрим. Кроме как, есть у нее одна туфелька Золушки. Нужно связать вторую. Почему одна? Потому что вязала ее для мастер-класса вязальном реалити. И записала на второе, времени не хватило. Поэтому осталось здесь туфелек, нижнюю юбочку и можно оформлять. Убирать хвостики там, где я их не убрала. Кнопочки поставлю. И можно на фотосессию. А этой девочке я связала капор. И он отлично подошел полностью без пересчета. Я немножечко переживала, но получается по пропорциям они очень близки к поулочкам. Не только тельцам, но и головушкой. Так, смотрите, оборочки здесь густые. Мы их вот так вот укладываем. Я вам показываю пока все как есть, без влажно-тепловой обработки. Я про нее не раз вам уже рассказывала. И отдельное видео есть, и во влогах есть. Сегодня как раз в группе добавляла ссылочки на эти видео. Так. Так вот, смотрите. Вот так я распределила оборочки. Что-то красное, оранжевое. Вот это та ниточка, которая вот здесь и закончила. И ей пошла оборку вязать. И голубенькая. А здесь зеленый. И вот такая девочка цветочек у меня получилась. Единственный момент. Никак не могу определиться с длиной. То ли оставить как есть, только связать подъемник. Или же распустить фиолетовую оборку и связать оранжевый подъемник. И сделать его чуть-чуть короче, чем здесь. Ну, то есть в смысле связать, как я вам показывала, из фатина. Как я делаю нижние юбочки. То есть не из фатин. А здесь просто на резиночку собрать. Вот не могу понять. То ли длинно. А это убрать коротко. Давайте попробуем вместе с вами определиться. Конечно, сейчас освещение не очень. Но мы смотрим на форму, не на содержание. Смотрите, если вот так оставить две оборки, кажется коротко. Но будет же выглядывать еще нижняя кружевная юбочка. И вот так будет смотреться, если три оборки. Вот смотрите, если сделать нижнюю юбочку чуть короче, чем сиреневая, то, мне кажется, будет как раз отлично. Или все же вот такой длинный вариант лучше. Как считаете? Напишите мне в комментариях. Как раз выйдет влог. Я почитаю и определюсь. И я вам обещала показать остачу, что у меня по пряже остается из вот этого большого 250-граммового моточка. Но здесь есть поправка, что вот эту сиреневую оборку я полностью вязала из этой ниточки. И вы знаете, мне показалось, у них этикетки абсолютно одинаковые, я вам показывала, только разница в весе. Но мне показалось, что вот эта ниточка мягче и приятнее в работе, чем эта. Не знаю, при вязании спицами из этого моточка только голубого я этого не заметила. А вот здесь, не знаю, может придираюсь, но мне показалось, что вот эти вот цвета, они ложатся в руках как-то поприятнее. Что у меня осталось? Остался большой клубочек вот оранжевого цвета, да, я его только здесь пустила. Но здесь еще немножко красненького есть, но не так много. От желтого только вот переходы сами остались, то есть много ушло у меня желтого. Вот этот кусочек я не трогала. Это то, что от, получается, вот такой вот зеленый у меня ушел полностью. Ну, чуть-чуть, нет, чуть-чуть тут осталось. Хотя вот оборка, здесь уже у меня был узелочек. Так, и здесь синий цвет, тоже я вам сказала, что уже пошел переход на фиолетовый. Может взвесить вам это все. Так, смотрите, здесь у меня показывает 20, ну пусть это будет 29 грамм, значит, 21 грамм у меня ушел этого цвета. Значит, мы от общего веса, что у меня здесь осталось, отнимем еще 21 грамм. Ну, 20 отнимем, чтобы не путаться. Так, весы до 200 грамм, посмотрим. Будет ли у меня перевеса. Так, вам уже весы не видно, но я их вижу. 143 грамм. И еще вот этот пирожок. Пирамида падает. Так, 165 грамм показывает. Ну, если я так подвину. Так, 160, но тут оно колеблется, конечно, потому что пирамида неустойчивая. Но будем считать 160 и отнять еще 20, то, что я здесь использовала. Получается 160, 140, а всего в мотке, выключим, а всего в мотке 250. Получается 110 грамм ушло на платится. Ну, не так и много, как мне показалось вначале. То есть, вот этого всего хватит еще на один такой комплект, если крючковый. Опять же, если еще эту уборку учитывать, не учитывать. Мне казалось, что здесь гораздо меньше. Но получается нет, нормально. А еще у меня недавно случилась поездка в рукодельный рай. Магазин Леонардо. Только посмотрите на эти красочные полки с пряжей, спицами, крючками, ленточкой, кружева, бисер. Магазин большой, два этажа. Я вам покажу второй этаж. Именно на нем отделы для вязальщиц. А так, конечно, представлены товары для разных видов рукоделия. Конечно, в любом офлайн-магазине цены на пряжу будут выше, чем в интернет-магазинах. Но, согласитесь, просто побывать в подобных отделах, погулять, пощупать – это отдельный вид удовольствия для творческого человека. А если вам надо докупить для проекта 2.4 моточка, то цена на пряжу перекроется с суммой доставки. Поэтому, если рукодельный магазин у вас поблизости, то вживую покупать гораздо приятнее. Я обратила внимание, что ассортимент пряжи большой, но из производителей представлены всего несколько. Альпина, Камтекс, Пихорка, Аделия. Может быть, были и другие, потому что я больше обращала внимание именно на ту пряжу, тоненькую, из которой мы вяжем. Может, какие-то там более толстые виды пряжи. Может, там есть и другие производители. Вот эта пряжа как раз для нашего вязания крючком. И, забегая наперед, скажу, что я взяла ее на пробу. Показываю вам палитру. Интересные оттенки меланжевой пряжи для спиц. Хотя, меланжевую, конечно, нужно использовать с осторожностью. И вот еще один вариант. Эта пряжа подошла бы нам как замена Коко. Да, 50 грамм, 240 метров. Отличная палитра, но цена, конечно, не радует. Вот эта пряжа мне очень понравилась на ощупь. Альпина Вивьен. 50 грамм, 405 метров. Очень тоненькая. И она, прям, знаете, такая приятная, нежная, тактильная. И палитра неплохая. Встретила здесь Аделию Бриллиант. Это такая, как Ярнард Крисмас. Яркая, нарядная, с блесками. Смотрите, какие чудесные моточки. Есть отдел с плюшевой пряжей. Вот это прям как Ализе Софти. Аделия София. Тоже не удержалась. Взяла моточек связать комбинезон зайки. Плюшевая пряжа. Различная травка. Вот эту пряжу захотелось потрогать. Махер Голд от Комтекса. 80% махера. И по 20% хлопка с акрилом. Приятная и цвета интересная. Когда я в чате в Телеграм спрашивала, какой мне наряд, точнее, из какой пряжи мне связать следующую малинку, кто-то мне посоветовал Денте. Это хлопок от Комтекса. Она идет потоньше, чем наши. Виолетт, мис, пехорка. 50 грамм. 340, да? Ну, вот на этикетке вы увидели. Метров. И я взяла моточек попробовать. То есть, она по толщине больше, как пеликан. Показываю вам палитру. Посмотрим, что из этого получится. А еще меня привлекла вот эта меховушка. Я ее не сразу признала, пока не увидела этикетку, потому что в руках эту пряжу не держала. Все писали, что она очень похожа и по характеристикам, и по ощущениям на Нако Перис. Вот хлопок Комтекс Травка. Очень приятная на ощупь и классная. Посмотрим вот на этот цветной стенд. Классно, что образцы вывязаны. Богатая палитра, ирис, гамма, но, конечно, тоненькая ниточка. Конечно, цена в пересчете на 50-граммовый моточек выходит ого-го. Но посмотрите на эту палитру. Есть меланжевая, есть однотонная. Пехоркой я запаслась, но была тоже рада ее увидеть. Здесь есть пехорка цветное кружево. Это тоненькая, как Ярнар Канариас. И есть и пехорка ажурная. Конечно, я запаслась этой пряжей, но бывает, что если вдруг какого-то оттенка не хватило, и нужен всего там один моточек, то, конечно, можно приехать и взять его вживую. Увидела интересные носочные спицы. Вы знаете, что носочные я люблю Ади Калибри. И здесь вот, смотрите, похожий вариант от гаммы. Тоже 15 сантиметров, коротенький. Есть двоечки, ну, то есть от двоечки я этот артикул увидела. Не знаю, если знаете, как они в работе, то напишите для остальных, чтобы... Вот она двоечка, ее, видать, завесили тройкой, и я ее нашла. Много есть и возможных готовых наборов для рукоделия. Но я обратила вот на что. Смотрите, наборы «Одень куклу Барби». Как я поняла, в наборе есть выкройка, ткани, инструкция, нитки, иголка. То есть все, чтобы уже сшить такой комплект для своей куклы. Мне особенно два вида понравилось. Я бы, наверное, с удовольствием для Софии такое купила. Если будет много среди вас поддержки, лайков, комментариев, то давайте в следующий раз я съезжу и возьму один из этих наборов. Мы посмотрим уже детально, что там внутри. Еще мне понравились вот такие органайзеры, но это уже для тех, у кого свои уголки рукодельные есть. Есть куда их поставить. Можно все рассортировать, будет очень удобно. Я сейчас жалею, почему я не взяла вот эту ленту с радужными переходами. Она же идеально мне подходит для Лоренс. Есть отдел с книгами, но у меня уже Алексей просился домой. Поэтому только вот посмотрим с вами несколько обложек нашей вязальной серии. Хитоми Шида с пиццами, Андрей Курочкин, свяжи и дружи, магия японского патчворка. То есть очень-очень много по разным типам рукоделия. Большой отдел с раскрасками антистресс. Много книг по вышивке. В общем, по разным-разным видам рукоделия. Мы посмотрели с вами только второй этаж. Есть еще такой же первый этаж. Там для других видов рукоделия. Да и второй этаж мы с вами полностью не обошли. Я вам показала вот только, наверное, самое-самое то, что касается нашего с вами творчества. Я вам желаю хотя бы однажды, если в вашем городе, если вы в маленьком городочке живете, да, у вас нет таких магазинов, то хотя бы однажды побывать, побродить, погулять, посмотреть. Это очень интересно, вдохновляет. Ну и, конечно же, побольше, наверное, финансовых возможностей, чтобы это не только посмотреть, пощупать, но и можно было многое с собой нести. А вот эти куколки, это уже не Леонардо, просто на первом этаже торгового центра. Там есть такие ловечки. И я вам для них засняла, потому что знаю, что есть любители фарфоровых куколок. Смотрите, какие красавицы. И давайте покажу вам свой улов с магазина. Смотрите, вот эти моточки я взяла Альпину, Лена. Я сначала хотела вязать Маргариту третьим комплектом, но потом все-таки решила, что это будет ягодный коктейль. И вот я взяла такие цвета, выбрала из того, что там было. Не знаю, это окончательная палитра, которую я вам показала, или не все моточки представлены. Смотрите, хочу сделать вот так. А вот эту морскую волну, или изумрудный, не знаю, как правильно его назвать, взяла на сапожке, может быть, там, знаете, это есть у меня маленькая-маленькая каемочка, может быть, его буду. И на всякий случай взяла еще вот такой оттенок, потому что мне кажется, он здесь, потом тоже, ну, какие-то можно будет другие сочетания сделать, потому что уже вся пряжа не уйдет. Вот я вам показывала на ценнике, что это за пряжа. Так, Лена, 50 грамм, 280 метров, плюс-минус 15 метров. А чья же она? Так, это не вижу. Произведено в Северной Македонии на европейском оборудовании под тщательным контролем специалистом. Вот так вот. Цена, получается, ну, была она именно эту пряжу, акция, да, 199 рублей, то есть так же, как я Виолетт купила. Вот я как раз и сравню три вида дорогой, скажем так, пряжи. Так, это у меня Лена. Красивые моточки. Они, видите, они тоже на бобинке, как и Виолетт, поэтому будут больше занимать место, чем пихонка. Ну, интересно попробовать, как она будет в изделии, на что она больше будет похожа. Взяла вот этот моточек, который мне советовали. Это у нас Дэнки. Импортный мерсеризированный длинноволокнистый хлопок. Так, Нью Стайл, Москоу. А с чего я взяла, что это Комтекс? Явно. Сделано в России Дэнки. А, вот тут написано. Комтекс. Так, и здесь сколько у нас метров 300? 330. То есть она пока и по длине получается на пеликан похожа. И я тогда свяжу из нее по мастер-классу встреча на берегу. Длинное платье там с зонтиком. Взяла для отделки к нему вот этот желтый меланжевый моточек. Это у нас ирис. Ирис, ирис какой? Гамма, по-моему. Ирис гамма. Видите, номерочки есть. П-16. Ну, вот это, конечно, очень дорого получается. Здесь 10 грамм. Ну, представьте, если пересчитать на 50 грамм на привычные мотки, это будет считать 500 рублей. Даже не знаю как. Даже не то, что два этих мотка. А если пихорка, так целых пять мотков можно купить. А, ну, получается, за эту цену можно купить только не в магазине, а в интернете моточек пихорки. Вот это не смогло устоять. Мне Катюша показывала как-то на Вайлдбери с этим мотки. Говорила, я, говорит, их взяла на комбинезоны Зайка. Когда еще Зайка у меня был в мастер-класс. Я тогда сразу не купила. Потом заходила, не было именно этого цвета. И тут я его увидела и взяла. 50 грамм 90 метров. Я вот не помню, сколько у нас софти. 105, наверное. В общем, свяжу единорожку такую. Так, и взяла 3 кулечка бисера. Это чешский, а нет, это гамма. А, ну, чешский только гамма. Там, по-моему, гамма, потом того, японский дорогой, еще какая-то фирма представлена в Леонардо. Тоже взяла 3 цвета, потому что прямо в магазине не смогла определиться, как он мне подойдет. Думаю, что вот этот золотистый возьмет. София говорит, вот этот будет хорошо. Этот прям вот тон в тон идет, видите, этот чуть оранжевый. Вот такая у меня покупка. Видите, вышла она мне на 1586. Не бюджетно, но иногда себя порадовать надо. И на кассе, смотрите, там жаль вот такие журнальчики. Я всего в себе взяла полистать. Здесь вот этот один, я так поняла, просто каталог. И здесь представлены больше повышевки. Да нет, не только повышевки. Все здесь представлено. То есть это просто реклама товаров, что здесь есть, что можно купить. А вот эти два журнальчика, это у нас мастер-классы. Видите, летние идеи. О, это же 23-й. А, и это 23-й. То есть каталоги новые. Я что-то решила, что это с прошлой осени, потому что написано осенние идеи. Осень-то еще не наступила. Но, получается, надо готовиться заранее. И здесь представлены вот такие мастер-классы. Что у нас тут? Тыква, пугало, капкейки, валеная игрушка ежик. Вязание, не помню, есть здесь или нет. Стеганный жилет. Вот схемы для вышивки. Я немножечко его полистала. Скраб, букинг, открытка, хольефилин. Значит, тут вязания в этом нет. У журнальчики, получается. И пошли мастер-классы. Указывается, что нужно купить, на какую будет сумму. Вот, кстати, пистолет. Сколько он? Тут не написано. Пистолет клеевой для творчества. Я вот все себе собираюсь купить, но никак не соберусь. Но там, наверное, стоит не так, сколько можно на Озон или на Валберис заказать. И, видите, вот такие пошаговые мастер-классы. Очень интересный журнальчик полистать. Рамка для фото. И на разный уровень, мне кажется. Вот есть и более детские мастер-классы. И вот такие ежики валеные. Или сваленные, как правильно говорить. Подправите меня. Вот, даже макраме есть, смотрите, есть. Я в детстве, ну, наверное, не в детстве, в юношестве, немножечко увлекалась макраме. Плела разные поясочки, кашпот для цветов любила плести. Но, конечно же, тогда не было таких вот специальных шнуров, которые сейчас продаются. Плела из того, что было. Смотрите, вот, можно вышить. Небольшая картинка. Когда-то я искала для мини-домика. Такой. Теперь вот, пожалуйста. Так. И здесь что у нас? А что? Неужели у нас тут вязания нигде нет? А, есть, смотрите, сумка, коврик, солнечный день на 54-й страничке. Вот такой коврик можно сплести. И юбка из Фатина Карнавал 36. И валеный попугайчик, смотрите. Ну, прям такие схема для вышивки интересная. Интересные идеи. Так, это мы пролистнем с вами немножечко. И дойдем сейчас до того, что у нас... Смотрите, какой попугайчик. Ну, конечно, для валяния нужно очень много времени. Да, нужно отдельно этим заниматься. Я только немножечко... Помню, валенки своим куклам валяла. И Софии понравилось. И там она тоже какие-то игрушки валяла. Так, юбка из Фатина. Юбка из Фатина. Кстати, там был и отдел со швейными машинками. Не так их было много, но было. Я уже на них не стала останавливаться. Так, ну и, собственно, сам мастер-класс. Как это сделать? Фатин. Платица. Давайте вязание посмотрим, как оно в виде... Вот, в смысле, собирается в такую сумку. И вот так вот, в виде коврика. Пляжа Альпина. И дана вот схемка. Давайте вам ее покажу. Заскрините себе. Так, вернем девочек в кадр, чтобы нам красиво, красиво с вами попрощаться. Одну, вторую. Господи. Прям девочки цветочки. Друзья, надеюсь, вам было сегодня интересно со мной. Вы плодотворно повязали. Или порукодельничали, пока смотрели влог. Мы вас, девчонками, благодарим за просмотр. Благодарим за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Впереди еще много всего интересного. Еще будут кукольные обзоры. И, конечно же, буду делиться с вами своим творчеством. Я вам желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok